Добрый день! Наша сегодняшняя лекция посвящена частной эндокринологии. Частная эндокринология — это раздел, который, в отличие от общей эндокринологии, который говорит о принципах работы гормональной системы, рассматривает уже конкретные железы. Итак, давайте мы начнем с того, какие железы у нас бывают, и вся ли эндокринная система состоит из желез. На этом слайде видно, что если клетки, которые выделяют гормоны, объединяются и покрыты специальной капсулой, то это называется гондулярная часть или железистая часть. А если эти клетки находятся внутри других органов и не имеют четкого ограничения, то будет диффузной частью эндокринной системы. Основные железы — это не полный список, здесь перечислены. Сверху над всеми органами стоит гипоталамогипофизарная система. Дальше она при помощи тропных гормонов уже отдает команды периферическим железам секретировать или не секретировать свои гормоны. Ну и все вместе это состоит из более 60 гормонов, каждый из которых связывается не менее чем с 5, а более разных подтипов рецепторов и переносится разнообразными специфическими транспортными белками. Вот такая достаточно сложная и многоярусная структура управления функциями всех клеток, которые имеют, подчеркну, собственные близко расположенные кровеносные сосуды. Потому что есть забарьерные органы, это мозг, глазное яблоко, половые органы, гормоны, в которые практически не проникают, по крайней мере в норме. Ну давайте перейдем к частности. Итак, гипоталамогипофизарная система. Гипоталамус, как высший центр эндокринной функции, мы с вами рассматривали в разделе нервной системы. То есть он состоит из нервных клеток, которые в этой части могут синаптировать сосудами и выделять в кровь свои вещества. Это, как правило, пептиды. Соответственно, и эти пептиды либо переносятся в кровотоком в переднюю часть гипофиза, это будет называться аденогипофиз. То есть вещества попадают туда при помощи кровотока. Либо они непосредственно несут свои аксоны, и гормон туда попадает аксонным транспортом. И уже синапсы расположены прямо в гипофизе. Эта часть будет называться у нас нейрогипофиз. То есть, по сути, гипофиз в таком случае делится на две части. Есть еще промежуточная только гипофиз, она достаточно небольшая, и у многих взрослых даже почти что не выражена. Итак, это будет нейрогипофиз и аденогипофиз, которые, в свою очередь, слушаются команды веществ, которые выделяют нейроны, и секретируют или не секретируют гормоны, уже которые идут в центральный кровоток. Давайте посмотрим более подробно на анатомию этой структуры. Ну, анатомия здесь у нас представлена чем? Группами ядер. Наиболее изученные, наиболее секретирующие из них — это паровентрегулярные и супрахиазматические ядра, которые синапсируют с задней доли гипофизы, с нейрогипофизом. И туда идут у нас вазопресин и окситация — два основных гормона. В части, которая связана с аденогипофизом, у нас работают нейроны срединного возвышения и предоптические области гипоталамуса. Сосудистая система тоже здесь устроена необычно. Через верхнюю гипофизарную артерию у нас идет разветвление в первичную гемокапиллярную сеть. И здесь вот как раз через капилляры происходит выброс веществ гипоталамусом. Эти вещества будут называться релизинг-факторы. Дальше у нас все это собирается опять в вены. То есть у нас получается, они несут дальше вещества в аденогипофиз. И опять будет вторичная гемокапиллярная сеть. То есть вопрос о том, где после вены опять идут капилляры, ответ — вот в гипофизе. Ну и через нижнюю гипофизарную вену у нас все это выходит обратно уже в центральный кровоток. Теперь посмотрим на гипофиз, на гипоталам-гипофизарную систему, связанную с нейрогипофизом. Как я уже сказал, он выделяет у человека два основных гормона. Это вазопрессин, он же антидиуретический гормон. И видите, здесь очень удобное название. Две его основные функции — вазопрессин, это сжатие сосудов, и антидиурез, то есть удержание жидкости в организме, препятствование выделения мочи, делают его легко запоминающимся. Значит, его выделяют, синтезируют оба ядра, и паравентрикулярная, и супраоптическая. И дальше он непосредственно идет уже к органам-мишеням. И через кровоток, когда он достигает в почек, то в почках он имеет В2 рецепторы, вазопрессиновые. И через аднила циклазный каскад он заставляет секретироваться белки аквапаринов, то есть экспрессироваться на мембране. И таким образом в собирательных трубочках больше воды возвращается в сосуды выносящие почечные, и таким образом меньше жидкости уходит в мочу, и больше возвращается обратно. Так работают В2 рецепторы. Часть вазопрессина, за что он назван вазопрессином, по дороге связывается с В1 рецепторами. Там у него сидят тоже метаботропный инозитол-3-фосфатные рецепторы, через фосфоинозитольный путь. Он приводит к сокращению гладких мышц. То есть это гладкомышечная клетка стенки сосудов, и в итоге сосуды сжимаются. И таким образом эти два процесса к чему приводят? К тому, что давление артериальное будет расти, становится больше воды и меньше суммарный просвет сосудов. Поэтому давление будет больше. Зачем же сделана такая вот система через непосредственно, по сути, нейроны управления давлением? А это сделано неспроста, а потому что для организма необходима система быстрого поддержания давления, например, при кровопотере. То есть вы потеряли какую-то порцию крови, и чтобы обеспечить мозг, в первую очередь, и другие органы кровью, надо удерживать воду и сжать сосуды, чтобы кровь осталась в артериальном русле и попала туда, куда необходимо. Параллельно, как вы видите, эти нейроны имеют синапсы и работают не как эндокринные, по сути, клетки, а как обычные нейроны. И вот эти синапсы идут в лимбическую систему, где вызывают ускорение формирования памятного следа, пластичность. То есть то, что вызвало такую вот аварию, она очень хорошо запоминается. То есть много раз повторять такие ситуации, которые привели к кровопотере, не нужно. Животное учится быстро избегать подобной ситуации. Ну и еще эти нейроны активируют симпатическую нервную систему, увеличивают питьевое поведение, уменьшают продукцию пирогенную, имеется в виду разогрев организма, то есть снижают температуру. Ну и косвенно это ведет к усилению полового поведения. Вот этот момент, на первый взгляд, не очевиден. Почему такая сцепка очень странная? Вы там потеряли кровь, и вдруг почему-то у вас активировалась половая активность. На самом деле у многих примитивных животных риск смерти приводит к побуждению оставить потомство. То есть если сам организм не способен уже дальше выживать, то может быть его потомки получат такой шанс. Поэтому это такое архаическое эхо наших давних-давних предоков. И как вы видите, эти уже нейрональные эффекты имеют другие рецепторы 1B и V3 подтипа рецепторов. То есть таким образом мы видим, что одно и то же вещество в зависимости от типа рецепторов может иметь совершенно разные фармакологические эффекты. Поэтому для фармакологов хорошо найти, в чем разница с родством разных рецепторов, и найти селективные ингибиторы или стимуляторы только для одного типа рецепторов, чтобы, например, увеличить обучаемость, но, например, не увеличить артериальное давление. И такие работы сейчас ведутся. Теперь посмотрим. Вот перед вами второй гормон нейрогипофиза. Это окситоцин. Он тоже относится к пептидам, как, собственно говоря, и предыдущий регулятор. И точно так же, видите, эти два ядра у нас будут заставлять выделяться окситоцин в кровоток. И здесь его основная такая, что называется, острая функция — это сокращение гладких мышц молочной железы. Причем, как вы видите, вот это выделение, оно осуществляется рефлекторно. То есть, когда младенец в норме начинает стимулировать сосок, через, вот видите, ствол мозга, через латеральные столбы идет активация этих нейронов, то есть, самый обычный рефлекс. И в ответ, вместо сокращения скелетных мышц, как мы привыкли, у нас будут сжиматься гладкие мышцы, которые окружают каналы, и начинает просто выдавливаться молоко из молочных желез. То есть, видно, что этот процесс происходит только в ответ на, значит, малыша. Причем интересно, что у высших млекопитающих это происходит не только при физическом воздействии на железу, но и при виде малыша. Причем интересно, что у многократно рожавших женщин, ну там у бабушек иногда, значит, тоже может при виде младенцев остатки молока какого-то выделяться. Это вот пример острого действия окситоцина. Он при этом имеет часть центральных эффектов. Мы чуть-чуть попозже об этом поговорим. А раз уж мы здесь заговорили о механизмах кормления и лактации, то надо сказать, что сокращение просто протоков, конечно же, не приведет к выделению молока. Сначала молоко должно накопиться. И вот этот процесс, он на самом деле идет гораздо дольше. На это нужно время. И поэтому здесь не нужна такая быстрая прямая связь. Действительно, тоже при механической стимуляции у нас происходит активация, но тут, правда, больше нейронов включается, через нейроны паровентрикулярных областей гипоталамуса. Соответственно, нейроны выделяют релизинг-фактор, который заставляет выделяться тропный гормон. В данном случае тропный гормон будет называться здесь пролактин. И, соответственно, этот самый пролактин уже имеет гораздо более длинную волну концентрации в крови. И он заставляет как раз секреторные клетки активироваться через Ж-белок активируемые каскады и разрастаться молочную железу. Ну и, соответственно, наполняться. То есть постепенно она заполняется, а дальше при необходимости она только при акте сосания будет у нас выделять молоко. Интересно, что данные гормоны, естественно, участвуют не только в лактации, но, например, пролактин обладает контрацептивным свойством. То есть пока женщина кормит грудью, не стопроцентным, хочу сразу сказать, но вероятность беременности меньше. Этим, в общем, не очень надежным способом многие пользуются. Он же обеспечивает чувство удовлетворения женщины от кормления. Потому что, как вы понимаете, особенной радости отдавать свои питательные вещества в норме у женщины быть не должно. Поэтому она должна иметь какое-то вознаграждение за такую работу. И вот действительно такое расслабленное, умиротворенное состояние, близкое к оргазму. Кроме того, и при оргазме, кстати, обычном, женщины, вот у них в кровь выделяется пролактин. Он же увеличивает иммунитет, он же увеличивает секрецию сурфактантов легких, то есть повышает, можно сказать, выживаемость и здоровье организма. И он же увеличивает не только клетки, которые секретируют молоко, но и латает стенки сосудов и вызывает ангиогенез. То есть прорастает новых веточек сосудов не только в молочных железах, но и в целом, в том числе в мозге. То есть он оказывает таким вот поддерживающим здоровье, по сути, веществу. Что же касается их взаимодействия, то вот смотрите, красивая картинка его иллюстрирующая. Вот при кормлении выделяется окситоцин, да, видите, пик, очень большая концентрация в момент стимуляции механорецепторов соска. Вот, в ответ, видите, резко увеличивается давление, вплоть до того, что молоко может брызгать даже. Вот, еще даже при виде ребенка. Вот, а дальше, видите, следом, уже после кормления, да, у нас растет концентрация пролактина, и, соответственно, железа опять заполняется. Ну, и мы видим, что окситоцин, наверное, на слуху у всех, что он тоже имеет ряд других эффектов, вот, и его функция немножко другая. Ну, поскольку, опять же, кормление, самак не очень-то, там, может быть, ребенок кусать, там, да, грудь, например, или как-то висеть неудобно. Соответственно, вот эти все неприятные ощущения лучше замять, поэтому у кормящих женщин угнетается память, немножко угнетается интеллект, вот, Вот, зато резко повышается благожелательность внутри группы. Раньше думали, что вот этот окситоцин, это гормон мимимишный, которых, там, от котиков все сходят с ума, вот, но оказалось, что сходит с ума только от своих котиков. Вот, он, по ряду данных, повышает агрессивность между разными группами, то есть, как бы защищает, грубо говоря, семью, ну, грубо говоря, от других семей. Вот, то есть, такое его вселенская роль благожелательности, ну, прямо скажем, под вопросом. Вот, вот таким образом, здесь мы видим четкую сцепку и доказательства разного назначения нейрогипофиза и аденогипофиза. Да, то есть, для медленных процессов, и которые требуют большего числа согласований, да, у нас лучше работают аденогипофиз, да, а для быстрых реакций лучше, чтобы работал нейрогипофиз. Вот здесь мы видим, что на секрецию пролактина очень много других факторов влияет. Это эстрогены, то есть, это и глюкокортикоиды, вот, это и опиоиды, которые выделяются, нервная система, вот, и, в общем, при этом дофамин, например, который мы знаем, что в других областях мозга вызывает повышение поискового поведения, такой увеличивает чувство такой арматорной радости, в данном случае тормозит работу пролактиновых нейронов. И бывает, что даже вот эти блокаторы, значит, или стимуляторы дофаминовых нейронов, в данном случае через торможение пролактина могут способствовать увеличению вероятности зачатия. То есть, такие вот вещи тоже могут, мягкие модуляторы, применяться. Ну, теперь давайте перейдем всецело от нейрогипофиза к аденогипофизу. И, как мы уже с вами знаем, здесь работают два вида веществ. Значит, одни центральные, их будут называть резингормоны, которые выделяются нейронами. Их бывают два вида. Это либерины, ну, от слова либерта, свобода, высвобождение. То есть, они побуждают, да, что-то делать в следующей клетке. И статины. Ну, они все блокируют. На самом деле, статинов, сейчас открыто только основных статинов. Два. Это соматостатин, он же пангибин, по-другому называется. И он тормозит, в общем-то, практически все клетки, с которыми он связывается. При этом он еще может быть антагонистом других стимулирующих гормонов. Ну, в частности, соматотропным гормоном тормозит, пролактин тормозит. И вторым статином, опять же, как видите, драматично меняется роль вещества в мозге и в периферии. И в качестве гормона, или в качестве, скажем, фактора воспаления, например. Вот дофамин в данном случае является тоже статином по отношению к пролактину и к некоторым другим гормонам. Ну, а либерины, они стимулируют секрецию основных тропных гормонов. Значит, соответственно, поэтому каждому тропному гормону практически есть свой либерин. И вот здесь номенклатура достаточно хорошая, удобная. Значит, кортиколиберин действует на секрецию адренокортикотропного гормона, гонадолиберин на половые гормоны, тиролиберин на тиреотропный, ну, сейчас известно, на пролактин, пролактолиберин, резингормон, он же на пролактин, ну и соматолиберин на соматотропный гормон. То есть по названию легко запомнить. Если к слове встречается слово либерин, это гипоталамический вещество, которое выделяют нейроны. А если это тропный гормон, то значит, это уже гипофизарный. И уже тропные гормоны действуют на периферические железы. Ну, мелатонин, который секретируется эпифизом, мы с вами посмотрим отдельно, как достаточно экзотически управляющуюся железу, которая у древних позвоночных была фоточувствительной железой. Но у человека при попытках это найти никаких прямых подтверждений этого не получилось. По крайней мере, прямого чувствительства эпифиза к свету нет, но он хорошо регулируется через симпатическую нервную систему, которая, в свою очередь, тоже имеет отчасти суточную регуляцию. Но об этом ниже. Итак, гормоны аденокипофиза. Соответственно, по железам мы можем их разделить на 7 видов. Здесь я повторяться не буду, потому что дальше мы пойдем по железам, но за исключением факторов ингибирующих подвижностей макрофагов. Все остальные имеют собственные железы. Ну и опять же, поскольку у нас не будет специального какого-то отдельного разговора про меланоцит, стимулирующий гормон, можно сказать, что срединная доля, которая относится по своей структуре к передней доле, то есть железистые клетки, она выделяет 3 вида меланоцит, стимулирующих гормонов, которые в той или иной степени регулируют степень пигментации клеток и обусловливают более или меньшую темность кожи. Конечно же, у животных они играют гораздо большую роль, особенно у раскрашенных животных, у животных, которые меняют свой окрас перед спариванием во всех этих брачных играх, но у человека его роль в этом выражена меньше. Надо сказать, что все перечисленные выше факторы имеют белково-пептидную природу. Здесь нужно сделать небольшой экскурс в то, как, собственно говоря, это происходит. Ну, всем известно, что пептиды – это части белков, но, естественно, что белки синтезируются рибосомами. Но вот в отличие от каких-то других, более простых, коротких белков, вот здесь показана классическая судьба белка, который из эндоплазматической ретикулы попадает в аппарат Гольджи и дальше экзоцитозом секретируется. Дело в том, что, как и многие белки, гормоны сначала происходят из длинного-длинного белкового предшественника. И вот эта несчастная 9-аминокислотная молекула может получаться, выщипляться из нескольких сотен членного длинного белка. Кроме того, что эти самые предшественники, они называются препрогормон сначала, потом еще кусок вычисляется, будет прогормон. Это может уже произойти, например, в гладком ретикулуме. Эти самые гормоны часто претерпевают посттрансляционную модификацию. У них образуются дисульфидные мостики, склеиваются из 2-1. Может быть, амидирование, ацетилирование, гликозилирование. То есть, конечные уже вещества в комплексе Гольджи и перед укладкой в гранулы уже по структуре не очень напоминают изначально нитчатую структуру пептида. В качестве примера мы можем с вами посмотреть наиболее разобранный и изученный белок. Это адренокортико-тропный гормон. Тропный гормон из аденогипофиза. Вы видите, что исходная молекула имеет 236 аминокислот. Но, что интересно, у нее даже другое название. Он называется проопиомиланокартин. А здесь даже это еще пре. Проопиомиланокартин. Почему он так называется? Потому что из него синтезируется большое число других активных гормонов. И помимо 39 аминокислотного адренокортико-тропного гормона из него синтезируется бета-эндорфин. Это пептид, который ответственный за чувство расслабленной эйфории. Это меланоцид, стимулирующий гормоны альфа и гамма. Вот альфа, да, вот здесь гамма. И ряд других фрагментов, участвующие в поведенческих реакциях. И, в частности, вот это может происходить, например, не только в адене, но и в срединной части гипофиза и даже в некоторых клетках гипоталамуса. Причем, как и все остальные гормоны, у нее есть собственная ритмика. И утром его у нас секретируется больше всего на рассвете, чем нас побуждает такое бодрствование. И спад идет у нас перед закатом. То есть, получается, что вот эти вот пептиды, которые во многом участвуют в поведенческих реакциях, ну, а также в регуляции иммунной системы, да, ну, вот в частности, что вот даже, да, и даже сам адренокортикотропный гормон имеет свои активные метаболиты. Вот в частности, пептидные кусочки, там, семи аминокислотные, пяти, и они обладают, например, сильной ноотропной функцией. То есть, вот то, что я говорил, для лучшего запоминания данной обстановки. Для чего так сделано? Так сделано для того, чтобы при выбросе этого предшествия, при каком-то стимуле, стало синтезироваться больше предшественника. И мы знаем, что адренокортикотропный гормон, он приводит к синтезу кортизола, это основной гормон и кортикостерона. Основные гормоны для, нужные для переживания хронического стресса, например, да, то, чтобы этот стресс легче переживался, нужно повысить концентрацию внимания, приподнять настроение, да, соответственно, часть иммунной системы заглушить, часть активировать, там есть довольно сложное взаимодействие, вот, и таким образом подготовить к таким новым условиям. Вот, естественно, такой важный системный гормон адренокортикотропный не может регулироваться только своим кортиколиберином, он участвует в большой системе регуляции, да, его могут регулировать как вазопресин, да, это гормон, который мы уже рассматривали, серотонин, да, на уровне периферии, да, фактор воспаления, дальше опиоиды, да, стимулируют его выброс, вот, ну, и, значит, факторы, которые стимулируют пищеварение, вот, ну, и факторы воспаления, да, факторы боли, значит, факторы, связанные с насыщением, вот, и, ну, и сам атостатин, как общий ингибитор, они будут уменьшать секрецию и синтез этого пептида. Ну, и если все-таки побеждают те, кто стимулирует его выброс, то основная мишень адренокортикотропного гормона это надпочечники. Значит, надпочечники, они, на самом деле, состоят из двух, вообще, совершенно независимых друг от друга, ну, так, в прямую независимых зон, вот, и, собственно говоря, адренокортикотропный гормон действует на кору надпочечников, здесь она показана, ну, желто-коричневыми тонами, вот, и средняя, да, и внутренняя часть, да, это как раз мишень для адренокортикотропного гормона, и оттуда выделяется, собственно говоря, кортизол и частично смешано с эндрогенами. Вот, верхняя же часть принадлежит другой совершенно системе, вот, но они, видимо, объединены потому, что у этих всех веществ общий метаболизм, общая система синтеза и распада. Вот, а мозговое вещество, да, вот, видите, хотя оно вроде как все вместе, да, это вообще говоря, даже не совсем железа, да, это видоизмененный симпатический ганглей, то есть к нему подходит симпатическая нервная цепочка, преглодионары, и дальше оно выделяет катехоламины, в первую очередь адреналин, но адреналин выделяется достаточно немного, по крайней мере, у человека. И вот, собственно, здесь мы можем поговорить с вами про вот этот пул кортикостероидов, да, выделяются корковым веществом надпочечника. Как и у любого гормона, будь то пептид, или там производной аминокислоты, как вы помните, у них есть эффекторный элемент, здесь он представлен, смотрите, вот этим кислородом у первого значит, атома бензольного кольца, вот, а это тот, которым он нажимает на рецептор в ядре. И есть адресный фрагмент, вот адресный фрагмент его отвозят как бы в разную клетку, да, и делает его один гормон ближе к стероидам таким, значит, к одним клеткам, другой к другим клеткам. Вот, и есть еще вспомогательный элемент, который, вот, видите, он достаточно разный у разных подвидов кортикостероидов, и он таким образом может дифференцировать более тонко типы клеток, и с которым он будет связываться или не связываться. То есть, вот, видите, у нас основной адресный элемент просто находит клетку, а наличие вот этого вспомогательного элемента позволяет каким-то клеткам иметь большое сродство к нему, какое-то не очень. Ну, и мы видим, что синтетические кортикостероиды имеют одинаковую педальку, которую нажимают на рецептор, вот, и разные, видите, вот, ученые очень сильно, значит, проявляют инициативу, делают достаточно сложные здесь, как бы, такие шапки, которые заставляют их связываться только с одним видом клеток. Ну, и почему так сделано? Ну, потому что, видите, глюкокортикоиды очень имеют общую реакцию, да, их в медицине используют в основном как противовоспалительные препараты, вот, но, как вы понимаете, если мы сделаем, просто намажем себя гидрокортизоном, как раньше мази делались, ну, и сейчас тоже на их основе есть такие, то, помимо снижения какого-нибудь воспаления, да, которое у вас там развелось на суставе или там под кожей, вы можете себе изменить достаточно сильно, в первую очередь, углеводный обмен, снизить, да, и дальше, если он у вас еще и не очень специфичный, то может еще и зацепить водно-солевой обмен, поскольку минерал кортикоиды, да, вот, альдостерон, видите, имеет очень похожую структуру, вот этого как раз синтетические препараты пытаются избежать. Ну, и вот, что может случиться при неоправданном использовании значит, минерал глюкокортикоидов, да, или это может случиться по каким-то другим причинам, конечно же. Это может быть, если их много, да, то вот, на самом деле, довольно типичная картинка городского жителя, да, соответственно, такое вот ожирение с типичным значит, отложением жиров в области лица, живота, такой вот отутловатость, пурпурный румянец, вот, причем при этом становится меньше мышц, на коже появляются такие вот сиреневые растяжки, порезы, раны заживают медленно, вот, у женщин появляются такие редкие грубые волосы на лице, при этом, как, вот, у любых расстройств, да, слабость головной боли, депрессии, нарушение сна, это как бы не специфический признак растворства эндокринной системы, практически большинство таких гормонов имеют эхо на вот кожу и на вот такие психофизиологические компоненты. вот, остеопороз, да, то есть ломкость костей, но все это вот отражает то, что организм все, что он съедает, пытается запасти и не тратить, да, ни на мышцы, ни на все остальное, ни на заживление, ни на воспаление. Вот, ну, и обратная ситуация, когда мало глюкокортикоидов, да, то уже здесь получается опять-таки не очень человек сильный и выносливый, но по противоположной причине, да, потому что у него все, что он потребляет, у него все расходуется и ничего не не откладывается на мышцы, люди очень сухощавые, видите, такие вот морщинистые, вот, опять же, потребление снижается, вот, то есть, такой вот катаболический эффект, вот, ну, и поскольку у, значит, значит, есть у них, значит, у этих гормонов связь с перекроссное, значит, действие с минерал-кортикоидами, то может быть изменение и водно-солевого баланса, и, значит, на коже могут появляться пятна, такие вот мелазмы, одисона, такие вот пигментации, такие большие пятна, вот, то есть, вот, получается, что в любом случае у нас при этом страдает еще и ЦНС, вот, опять-таки, тревожно, беспокойство, но уже с тахикардии, внутренним напряжением, вот, то есть, такое вот обратное состояние от синдрома Эценко-Кушинга или Кашингоид. Вот, но, теперь перейдем к следующему виду желез, это будет у нас внутри этой железы к следующему виду гормонов, как я сказал, что внутренняя часть этой железы занята совсем другим, и она обеспечит, почему они слились вместе, я думаю, что потому, что они обеспечивают разные грани одной и той же реакции. если мозговое вещество это быстрая защита от стресса, то есть, стресс-реакция, и обеспечивается он, как видите, секреции адреналина хромофинными клетками почечника, и вот видите, то, что ацетилхолин через никотиновые холин-рецепторы вызывает увеличение экзоцитоза адреналина, говорит нам на то, что действительно это был симпатический ганклий. То корковое вещество надпочников это поддержание выживаемости при хроническом стрессе. Ну и, конечно же, глюкокортикоиды будут усиливать выброс адреналина, и, конечно же, хронический стресс обычно сопровождается и острым тоже, и активацией симпатической нервной системы. То есть, вот таким такое вот содружественное действие, конечно, сильнее мобилизует организм, потому что иначе непонятно, зачем экономить все, если же при этом выделяется адреналин, то у нас он оказывает все-таки стимулирующий действительный организм, и вот на этом балансе держится, тратим мы сейчас что-то или запасаем это на будущее. Вот уже знакомые вам картинки катехоламинов. Вот здесь это показано только для того, чтобы показать, что даже у такой молекулы у нас есть рецептор, связывающийся, часть, вот она, вот эти OH-группы, которые делают его ткань специфичной, вот эта педалька, которая нажимает на рецептор, вот видите, они везде одинаковые у всех этих веществ, а вот часть, которые там вот эти NH2 или OH-NH2 или CH3 группой, она у нас меняет сродство к разным тканям. Ну, а мы перейдем к следующей железе, вот, это будет щитовидная железа, вот, и прежде чем мы перейдем к рассмотрению гормонов, которые выделяют, занимается основная часть или фолликулы щитовидной железы, давайте посмотрим вкратце на так называемые С-клетки. Вот С-клетки, которые лежат между этим фолликулами, даже небольшие скопления клеток, занимаются очень важной работой. Они выделяют гормон кальцитонин. Так вот, кальцитонин занимается совсем другим, чем основная железа. Он влияет на остеокласты. Известно, что в костях на самом деле есть клетки остеоциты, они раньше еще назывались остеобласты, которые постоянно строят балки, достраивают какие-то, значит, откладывают туда кальций, ну, естественно, в виде соединений органических. Вот, и кость растет. Вот, а соответственно, есть еще остеокласты. Это те, которые разъедают кость, но не просто так, потому что они плохие, а для того, чтобы этот кальций попадал в кровь. И если у нас кончается запас кальция, например, в крови, в кишечнике, много тоже отложений кальция, то тогда вот остеокласты начинают выдавать кальций в кровь. так вот, кальцитонин, он в норме подавляет их активность и преобладает работой остеоцитов, таким образом кости растут в толщину и не разрушаются изнутри. И вот, если кальцитонина мало, особенно бывает так, что опухоль или вырезают щитовидную железу, это, конечно, крайний случай, но при этом у нас сильно страдает еще и хрупкость костей появляется, потому что кальций начинает из них вымываться. Ну, а, собственно говоря, основные фолликулярные клетки устроены очень необычно. И связано это с тем, что гормоны тероксины триод-тиранин, они амфифильные, то есть для них мембраны не проблема и очень активные. К тому же свободный йод тоже обладает достаточно высокой реакционной способностью. поэтому вот так вот их просто секретировать гормоны и выделять их в железу, в протоке, это оказалось невозможно, потому что они бы тогда стимулировали сами клетки, которые их выделяют, потому что эти гормоны оказывают мощнейшее активирующее действие на все, что они видят, во всем, с кем встречаются. поэтому природа изобрела достаточно мудрый путь, а именно что, собственно говоря, делают клетки стенки фолликула. Во-первых, они секретируют большое число тириоглобулина, это длинный белок, на которых много навешано остатка тирозинов. Он просто содержит большое число остатков тирозинов. И они этот неактивный никакой вообще не гормон, просто белок и газоцитируют внутрь, собственно говоря, где написано фолликул, называется коллоид. И этот тириоглобулин там, собственно говоря, плавает абсолютно неактивный. Дальше с импортом с йодом и с натрием вместе здесь насос натрий по градиенту концентрации заходит и тащит в клетку йод. Вот этот йод, здесь белок от него изолирован, поэтому они не связываются. Дальше этот самый йод при помощи через канал называется пендрин, он поступает в тот же фолликул. Соответственно, и там этот самый ионизированный йод при помощи пероксидазы тириоидной превращается в свободный йод и конъюгируется с остатками тирозина. Дальше все это дело отщепляется, демеризуется, отщепляется и вот этими либо кусками, либо пока еще в составе большого белка, но уже йодированное, либо два йода сажаются, либо один на этот самый тирозин. Вот экзоцитируется, дальше протеолизом режется основной белок и вот эта смесь Т3 и Т4 уже экзоцитозом выбрасывается в кровь. То есть получается, что у нас клетка сама никак не страдает от избытка гормона, который она продуцирует. Ну и значит териотропный гормон соответственно через CMF каскад и значит промоторы через ядерный путь собственно говоря заставляет просто синтезироваться больше тиреоглобулина, а значит его становится пул больше постепенно и плавно можно увеличивать этот самый эндоцитоз, то есть вот изменение гормональное управление синтезом Т3 и Т4 идет через синтез белка, которым является собственно местом посадки йода. вот собственно говоря сам йод который человек может принять с пищей какой-то он конечно же вот этот процесс будет увеличивать да и учитывая то что много районов далеких от моря в частности Москва и Московской области дефицитны по йоду то вот эта часть как бы тиреоглобулина достаточно а вот йода мало и получается дефицит по данному гормону. вот чем же вообще занимаются эти самые тиреоидные гормоны и почему так важно чтобы их было достаточное количество ну видите у него есть первичные эффекты это собственно говоря увеличение всего катаболизма да то есть все расщепляется в энергию да то есть и увеличиваются все процессы там в том числе транспорт ионов воды вот ну естественно из этих первичных эффектов мы увидим что это будет и ускорение роста и развития и рост давления и мозговая активность и дыхание и термогенез за счет работы мышц за счет прямого пирогенного действия и стимуляция желудочно-кишечного тракта и почек и репродуктивная функция то есть вот просто он необходим для активной бодрости и кстати вот люди которые выросли там на море да вот правило прибрежных районов они например ну вот у них нет проблемы с например с с мотивацией да то есть они всегда активны в дневное время суток да готовы к движению и так далее они быстрее созревают да соответственно и значит в норме у них гораздо меньше вероятность такого вот как у нас значит кушингоидному типу формирования такого типа тела вот в частности вот показано почему эти гормоны остро необходимы например потому что в мозге и во взрослом состоянии и в особенно в эмбриогенезе они занимаются тем что полимеризуют актин вот и дальше получается что начинается кластеризация белков там которые делают отростки у нейронов и вот такой условный эксперимент что вот астроциты да которые значит в норме должны помогать нейронам находить своих соседей и заставлять их расти выделяя различные белки причем как дистантные так и контактные вот такие как интегрины например или ламинин да без Т4 их не формируют не экспрессируют и таким образом нейрон у нас не растет ну растет но гораздо хуже вот поэтому у этих гормонов помимо общего такого активирующего действия есть еще и роль программирующая но мы не будем здесь рассказывать про других видов животных ну например там это превращение головастика в лягушку да или личинку какую-нибудь бабочку это все идет за счет активации тиреоидных гормонами то есть видите насколько глубокой может быть программирующие действия данных гормонов гормонами ну вот а у человека видите это жизненно важная функция поддержания бодрости регулируется очень большим числом других гормонов и согласуется с ними вот это мы видим практически все виды гормонов так или иначе работают на поддержание его нужной концентрации причем интересно что наибольшей активностью обладает гормон т3 то есть похоже что форма т4 это является транспортная можно сказать более спокойная форма этого гормона а значит путем диодирования уже в тканях эффекторов происходит резкая активация этого гормона ну вот и патологии которые связаны с дефицитом или с избытком этого гормона ну думаю что вам знакомы со школьного учебника да базедова болезнь да которая связана с раздражимостью худобой значит ну характерна выпученность глаз да агрессивность бессонница при этом утовляемость и значит за счет перевозбудимости нервной системы вот и напротив миксидема да вот более знакомая по крайней мере вот не морским жителям заболевания да это вот вялость депрессия нетрудоспособность соответственно более низкий голос да потому что тонус связок меньше вот слабость мышц вот ну ожирение за счет того что снижается общий обмен веществ вот поэтому сейчас во многих большинстве производителям просто обязали добавлять в соль в поваренную добавлять йод да для того что вот эту проблему решить но вот например в горных районах действительно если гипотириоз начинается с детства то развивается болезнь которая называется кретинизм вот помимо всего вот этого вот радостей еще и замедляется рост получается такая карликовость и такая достаточно выраженная слабоумие да поэтому конечно же йод необходим вот но мы теперь переходим к следующей группе эндокринных клеток и это будут у нас семянники значит семянники ну как знаете мужские половые органы да помимо своей прямой функции а именно созревания сперматозоидов да они еще выделяют достаточное количество гормонов и в частности это клетки ледига которые видите лежат между значит этими самыми семейными канальцами они выделяют андрогены вот и клетки сертоли которые выделяют некоторое количество эстрогенов то есть у мужчин тоже есть эстрогены думаю что это неудивительно и различных факторов которые позволяют созревать и поддерживать активность семенных канальцев вот ну в частности очень важный антимюллеровый гормон мы про него говорили тот который программирует по сути развитие по мужскому типу всей половой системы основные половые гормоны это стероиды да и здесь мы немножко поговорим вообще про их общее строение значит все они производятся из холестерина поэтому надеюсь здесь мы его оправдали окончательно что он необходим и пища содержащая холестерин обязательно помимо того что он как вы помните содержится в мембранах особенно в областях синапсов он еще видите является донором всех значит половых в том числе и других кортикоидов вот но в частности значит андрогены это так называемые С19 гормоны видите вот здесь они считаются вот так с первого и вот 19 и 18 это уже у нас добавочные углероды вот С18 вот это будет у нас эстрогены всякие глюка и минералки кортикоиды это С21 то есть у них еще есть хвост который может быть украшен там УАЖ группами вот то есть вот таким образом мы их разделим по структуре вот значит все они значит имеют общую цепочку я не стал здесь показывать биосинтеза вот и как вы помните поскольку многие из них выделяются синтезируются в корковом веществе надпочечников да там есть и довольно много андрогенов вот выделяется у мужчин и женщин то собственно говоря путем отщепления в разные последовательности мы имеем целую кучу разных веществ которые в одних клетках дальше модифицируются являясь предшественниками других они являются уже конечными продуктами которые секретируются значит вот здесь так же как и у минерал кортикоидов у нас есть эффекторный и адресный элемент ну и здесь почему значит здесь эта картинка я тоже решил повторить потому что мы можем разделить по адресным элементам видите вот они насколько различаются мы можем сделать анаболики да то есть у стероидных гормонов что есть два основных функции это анаболическая функция рост мышц и поддержание общей бодрости и функция половая так вот собственно говоря задача спортсменов тех кто их так сказать фармакологии которых обслуживает сделать синтетические андрогены которые бы не обладали значит половой активностью почему значит мы об этом поговорим чуть-чуть попозже значит ну и так мы видим что эти самые стероидные гормоны они у нас вот за счет вот этой своей эффекторной части да связываются с белками коактиваторами и дальше в таком виде они у нас в ядре вызывают транскрипцию генов это общий принцип работы стероидных гормонов вот сами они не нажимают а вот нужно обязательно белок транспортер и белок коактиватор ну вот каким образом это может происходить в пример вот мы представим здесь тестостерон сам тестостерон не очень активный значит гормон вот он должен прийти и попасть внутрь клетки где его ждет 5 альфа редуктаза и он превращается в 5 дегидротестостерон вот это активное соединение причем он так делают например скелетные мышцы и при физической нагрузке вот этот синтез 5 альфа редуктаза резко растет поэтому и вот этот самый тестостерон таким образом потенцирует свое действие и мышцы становятся гораздо более чувствительны к нему больше того часть этого тестостерона 5 дегидра может синтезироваться обратно мышцей и таким образом увеличивать и половую активность но в норме значит в любой клетке вот этот самый активированный активирующийся рецептор связывается с белками теплового шока это особая группа белков которые дальше позволяют освободить адренорецептор вот HSP 90 и 70 уходят от адренорецептора который таким образом связывается с связи с гормоном получает возможность он фосфорилируется и получает возможность транспортировки в ядро в таком связанном виде в ядро его не пускают вот дальше что он происходит он обязательно должен быть демерризован то есть два получается видите тестостерона с ним связываются и дальше здесь у нас подходит несколько кк-факторов вот связанные с значит рнк полимеразным комплексом и начинается считывание рнк матричной рнк с днк вот то есть таким образом рецептор который связывается с тестостероном имеет несколько сайтов значит первый сайт это у нас связывание с днк вот второй сайт это связывание собственно говоря с тестостероном и коактиваторами вот ну и в начале есть еще модулятор который изменяет степень связывания через вот то что уже показывал фосфорилирование ну и здесь вот мы видим чуть-чуть больше детализации вот который говорит о том что вот этот многокомпонентный комплекс включает в себя первичные и вторичные корепрессоры корепрессоры ну и конечно же нужны гистон диацетилазы для того чтобы размотать днк с гистонов иначе они мешают считывать собственно говоря рнк с днк ну вот собственно говоря пришел этот значит активированный рецептор ну и вот все размоталось и получается что начинается с читами здесь это показано с вот этими цинковыми пальцами вот цинковые пальцы это та часть которая связывается собственно говоря с днк вот такие вот петли вот очень консервативная последовательность и как раз она имеет сродство с днк все остальное как бы уже в разных клетках может быть очень по-разному а ну и вот собственно картинка о том как сложно на первый взгляд и незамысловато на второй выглядит синтез стероидов мы видим что вот у нас холестерин при помощи десмолазы последовательно превращается в пригненалон это вот основной предшественник всех стероидных гормонов а дальше вы видите пути его рассветляются в разных тканях ну и дальше это он может превратиться в кортизол в альдостерон и так далее ну и вот здесь у нас есть важное место где тестостерон да производится вот и одним движением фермента ароматазы он может превратиться уже в женский половой гормон в эстрадиол то есть это все происходит как вы видите одной реакцией и я вам говорил о том что действительно тестостерон действительно полезный гормон да однако вот не все его действительно функции так полезны как вот написано в рекламной картинке да значит вот перед вами значит 5-альфа редуктаза и вот например его негативные эффекты вот здесь нарисован такой лохматый мужик вот на самом деле он провоцирует этот 5-альфа дегидроктестостерон апоптоз фиброз и недостаточной дифференцировки волосовых луковиц то есть мужское облысение вот на темечке как раз на передней части головы как раз вызывается вот этим 5-альфа тестостероном вот ну и плюс к тому если слишком много тестостерона то слишком стимулируются половые железы и их простата и это может привести к аденоме и раку простаты то есть в общем тоже принимать его я бы не советовал кроме медицинских показаний вот ну а мало тестостерона это тоже плохо это общая вялость тромбоз диабет вот и кроме того часто что мало тестостерона бывает из-за того что работает вот это самое ароматаза вот это ароматаза кстати сказать что значит бывает что она слишком активна ну и тогда вот у мужчин такой вот характерный габитус вот ожирение по типу яблока по типу груша да извините яблоко это мужское окрас ожирение кругленькое а это вот нижняя часть типа груша вот низкое давление скорректирная функция усталость вялость инсульт мая мало мышц вот остеопороз поскольку за это эстрогена отвечают и кстати сказать некоторые соединения ну скажем есть фитоэстрогены в пиве да например могут провоцировать такой вот тип ожирения да связанные вот с этим расстройство вот этот пивной животик он может быть не просто из-за лишних калорий а из-за избытка эстрогенов вот как видите он несет на себе не только неприятный внешний вид вот ну и здесь мы переходим логически к женским половым гормонам а именно к эстрогенам вот основные женские половые гормоны это эстрадиол да и эстрол вот соответственно их выделяет гранулезная ткань фолликула вот как видите что оболочка выделяет и андрогены тоже у женщин андрогенов между прочим совсем не так мало вот и есть еще гормоны желтого тела который в первую очередь выделяет прогестерон вот окситоцин помните мы с вами говорили про окситоцин вот здесь у нас выделяется этот гормон тоже вот ну и отчасти эстрогены и элоксин значит который связан с тонусом в частности матки то есть получается что у нас есть два вида клеток которые работают в разное время женского менструального цикла и доминируют либо эстрогены либо гормоны желтого тела эстрогены как мы уже с вами говорили получаются из андрогенов ну и вот видите основной эстрадиол эстрон основные гормоны ну и синтетические эстрогены конечно применяются широко в основном связано с тем что нет дефицит эстрогенов который наблюдается к зрелому возрасту не только как бы ведет к невозможности беременности но и повышает ломкость костей вызывают снижение общего тонуса раздражимость и другие признаки признаки дряхления не другие а просто признаки дряхления поэтому женщины тоже показано какие-то часто лекарства связанные с эстрогенами может быть женщинам в старом возрасте пиво как раз более показано чем мужчинам хотя не знаю может быть это и не совсем так вот но к сожалению время у нас поджимает приходится переходить к следующим видам клеток вот ну и совсем быстро расскажу вам про поджелудочную железу вот как видите кроме всем известного инсулина который выделяет B клетки тут есть еще целый набор других клеток да это А, Д и ПП клетки которые участвуют в как синтезе глюкогона А клетки и Б клетки они являются по сути клетками антагонистами да вот но и вот Д клетки которые выделяют самоатостатин и ПП клетки значит выделяют панкреатический полипектит значит который значит снижает пищевое поведение и уменьшает замедляет пищеварение это по сути один из одно из веществ сытости значит самоатостатин в данном случае кстати участвует в большей степени не вообще в угнетении всех функций а снижение секреции кислоты в желудке когда уже пища достаточно переварилась ну инсулин да это классический пример ауторегулирующаяся секреция кстати сказать при этом она имеет симпатическую иннервацию которая собственно говоря и может сильно вмешиваться в естественный цикл концентрации инсулина в связи с приемом пищи вот и инсулин имеет одни из самых древних типов рецепторов да это так называемый тирозинкеназные рецепторы да и мы видим что инсулиновый рецептор вот он должен димеризоваться да при связанной с инсулином дальше он производится за счет димеризации автофосфорилирования вот и дальше основной всем известный путь это конечно же он заставляет встраиваться в мембрану глют 4 рецепторы да который через который глюкоза попадает в клетку через этот канал по сути да вот и дальше все понятно да метаболизм гликолиз вот но однако инсулин имеет еще очень важный другой роль другую роль это синтез белков да это рост дифференцировка и созревание пролиферации клеток вот ну и помимо того что он сам по себе стимулирует там значит процессы клеток он действуя на соседей своих он увеличивает синтез ими глюкогона то есть имеется вот такое взаимное торможение этих двух типов клеток вот ну и сейчас уже доказано что один из видов диабета по крайней мере связан с связанный как раз с инсулином да с тем с его синтезом связан он не только со сбоем регуляции а совершенно необычной стороной истории с пищеварением а именно известно что ну понятно что инсулин секретируется в кровь вот и вышло так что лимфатические протоки которые идут от кишечника они проходят через островки лонгенгарса до лонгенгарса вот и если кишечники неспокойно или какая-то инфекция или вы питаетесь булочками которые там постоянно раздражают своим углеводами желудочно-кишечный тракт да еще и плохо двигаетесь еще и вот иммунитет у вас слабый то начинается иммунная реакция и озлобленные соответственно лимфоциты текут через этот лимфатический проток и в этом случае если у нас в ответ на избыточно сладкую пищу выделяется много инсулина то получается что вот эти гиперразросшиеся гиперпродуцирующие B-клетки поджелудочной железы могут попасть под атаку антител или же даже T-клеток которые начинают узнавать их как чужеродные вот и соответственно поскольку здесь у нас гиперплазия и разрастание здесь у нас активируются воспаления эти два процесса бывают некоторые мутации при делении этих клеток избыточной нарушение там кровотока и некроз в общем так или иначе эти клетки начинают антителами или сами атаковать клетки поджелудочной железы вот и формируются аутоантитела да получается аутоиммунное заболевание которое потихонечку выжигает эти самые клетки приводя к дефициту инсулина вот получается диабет бывает так что антитела вырабатываются не только клеток клеткам бывают антитела к самому инсулину поскольку это значит биобелок вот или к рецепторам то есть бывает так что вот эти самые антитела они могут еще атаковать и рецепторы инсулина на остальных клеток вот вам виды диабета и большинство из этих видов видите все всецело связаны с неправильной реакцией либо пищеварительной либо воспалительной связанной с пищеварительным трактом поэтому говорят что диабет это болезнь банкиров вот но в том смысле что если акции резко падают он сидит ночами пьет кока-колу сладкую с булочками сильно нервничает у него растет адреналин кортизол и соответственно растет инсулин и воспаление в кишечнике и вот вам пожалуйста за одну ночь можно стать диабетиком вот ну и продвигаясь к концу немножко поговорим про эпифиз это довольно такая можно сказать скандальная молекула одно время про нее говорили что это лекарство от старости вот и кололи всем направо и налево вот и до сих пор многие лаборатории и ученые это верят вот а на самом деле может может быть конечно это и так отчасти но в общем не все как обычно так просто что же это такое за вещество ну как мы видим это прямое практически производная серотонина вот которая выделяется соответственно эпифизом и оказывает мощное действие на иммунную систему да действует значит на активирует пролактин да при этом снижает гонадолибирин то есть он как бы получается что должен регулировать циркадные половые ритмы то есть он как бы переходит от получается размножения к как бы созреванию можно сказать выращиванию выкармливанию не знаю потомство вот и он очень экзотично регулируется его синтез значит смотрите какая здесь необычная цепочка значит в темноте значит у нас от зрительного нерва через в областях зрительного перекрестка и перекрестка идет веточка в супрахиазматическое ядро оттуда через переключение через значит гипоталамус через ствол мозга у нас идет спинной мозг дальше через верхний шейный симпатический ганглий то есть это все выходит из грудного отдела спинного мозга идет нерв это периферия как вы понимаете ганглии значит лежат соответственно около спинного мозга дальше нейрон возвращается обратно через дырочку в мозг и дальше входит туда назад мозга и соответственно в темноте повторюсь начинает синтезировать ну стимулировать синтез мелатонина значит вот такой вот очень экзотический механизм вот видимо это конечно остатки какой-то фото индуцированной регуляции этой железы вот связанной с длиной светового дня вот но у нас видите вот поклонники присваивают вам длиннейший список различных положительных влияний вот но и действительно если принимать его не в очень большие концентрации он хороший адаптоген то есть например если вы не можете при перелете там из Америки сюда заснуть ночью да или спите днем то вот он как раз его прием перед сном очень неплохо возвращает вам суточный ритм на место вот это его четко показано хорошее действие вот ну вот а видите здесь вот концентрация мелатонина в крови уровень заболеваемости вот такая вот интересная гистограмма она конечно правдивая но думаю что она не отражает всей непростой картинки происходящего на самом деле вот ну и просто для иллюстрации к сожалению это очень правда интересные темы которые я бы хотел чтобы вы рассмотрели на докладах вот а именно вот негалондулярные эндокринные клетки ну в частности горлингастриновая система да которая регулирует ожирение пищевое поведение вот ну и регуляцию конечно же пищеварение да и связь его с скажем так с цифалической фазой с видом питания это все очень широкие большие темы к сожалению которые выходят за границы сегодняшнего нашего рассказа вот ну впрочем как и гормоны жировой ткани да как натриуретические пептиды значит печеночные инсулин подобные факторы роста сосудистые и почечные гормоны мы рассмотрим в соответствующих разделах данного курса вот ну на этом позвольте мне закончить такую необъятную тему ну и сказать что везде где бы мы не смотрели на изменение какой-то функции пусть возраст пусть суточный ритм пусть изменение настроения пусть изменение типа питания везде мы увидим безусловное участие гормонов спасибо за внимание до встречи Субтитры создавал DimaTorzok